Больше похоже на какой-то развлекательный центр. Когда я ехала, думала, ну как, будет хорошо мне там или нет, где я сяду, с кем. Очень большая, тут и лабиринт какой-то. Когда я села за партой, у меня были мурашки, потому что я немного нервничала. У этих ребят сегодня второй раз за учебный год наступила 1 сентября. Новая школа, новый класс, новые парты. Здание построено по типовому проекту и отвечает всем требованиям. Есть компьютерные и танцевальные классы, кабинет иностранного языка, музыки, большой спортзал и столовая. Всего 16 учебных классов. Назвать корпус пристройкой язык не поворачивается. Это самостоятельное здание. Возвели его всего за год. Очень ждали переезда в эту школу. Очень рады этому переезду, тому, что случилось. Школа красивая, вы видите, чистая, новая. Все оснащено по последнему слову техники. И учебными пособиями нас обеспечили. Это первая школа на Кубани, возведенная по федеральной программе. На строительные работы и закупку оборудования из бюджета всех уровней было выделено порядка 360 миллионов рублей. Посмотреть новую школу и пообщаться с учениками и учителями приехал губернатор. Один из первых классов, куда заглянул Вениамин Кондратьев в кабинет иностранного языка. Он отличается от всех остальных. У каждого ученика свой стол, оснащенный специальным оборудованием. Губернатор признается, впервые такой класс увидел много лет назад, когда в университет поступал. Такая система позволяет учителю индивидуально общаться с каждым учеником на иностранном языке. Все понятно, мне все слышно. Очень им это все понравилось. Это все в новинку, на доску смотрим на текст, песенки поем друг к другу, подсказываем, все разговариваем, общаемся. В общем, здорово. Склошные плюсы. Это обычная наша школа, типовая. И такой лингофонный кабинет, конечно, гордость, я считаю, и необходимость для наших сегодняшних деток, чтобы они, конечно, были интегрированы в мировое сообщество. Строительство пристройки к 66-й школе позволило не только разгрузить образовательные учреждения и ликвидировать вторую смену, но и ввести дополнительные классы для общего развития детей. Хорошая школа? Да. Нравится здесь? А раньше вы учились в какой-то школе, которая основная, там было тесно, а здесь уже попросторнее. По количеству учащихся во вторую смену Кубань в числе лидеров по стране. Занятие после полудня начинается более чем у 20% школьников. И особенно сложная ситуация в Сочи и Краснодаре. Именно туда сегодня в первую очередь бросают все силы, чтобы решить проблему и выполнить поручения президента страны. Строят здания по типовым проектам. Таким образом, в этом году по всему региону откроют 8 новых школ, больше чем на 3,5 тысячи мест. Но чтобы полностью ликвидировать вторую смену, этого недостаточно, говорит Вениамин Кондратьев уже на планерке. Необходимо продолжать возведение новых учебных заведений. Блавом не только крупных городов, но и небольших муниципалитетов губернатор поручает выделить земельные участки, предназначенные только под строительство школ. Типовые школы все прошли экспертизу. Теперь их необходимо просто привязывать к участкам, к конкретным участкам и начинать строить. Есть ли эти участки, к которым нужно их привязывать. Вот это тоже вторая огромная проблема, которая возникает. Особенно она сложная для краевой столицы, для Краснодара. В этом году масштабная стройка начнется сразу в нескольких городах. В регионе планируют заложить сразу 10 школ, а это еще 10 тысяч новых мест для учеников. Особое внимание, конечно, к краевой столице. Там возведут сразу 6 учебных заведений. Сейчас городские школы трещат по швам. В прошлом году в Краснодаре даже был установлен всероссийский рекорд – 21 параллель первых классов. Исправив ситуацию в краевой столице, мэр Евгений Первышев планирует в течение ближайших нескольких лет. Мы достаточно серьезно взяли темпы по строительству социальных объектов. Вот если сбоя не произойдет, а я уверен на 100% не произойдет, то в течение трех лет мы поставленную вами задачу выполним. Чтобы уложиться в заданные сроки, заместитель губернатора по социальным вопросам Анна Менькова советует обратить внимание на еще одну проблемную часть города – хутор Ленина. Школу там не могут достроить с 2013 года. Больше ситуация не терпит отлагательств. Это ситуация с хутором Ленина. Это школа. Впервые за много лет мы нашли на нее финансирование из краевого бюджета. Профинансирован объект. Просто нужно очень напрячься к городу. Школу нужно сдавать. Ни один другой субъект страны ежегодно не перерастает населением так, как Краснодарский край. В городах Кубани строятся новые микрорайоны. А значит, сегодня думать нужно не только о том, как решить уже созревшую проблему, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Важно не допустить подобной ситуации через несколько лет. Сегодня на территории Краснодарского края сформировано 117 земельных участков для строительства общеобразовательных школ в 32 муниципальных образованиях. Ко всему краю сейчас с коллегам обращаюсь. Когда даете разрешение на сельскохозяйственное жилой дом, то примерно прикидывайте хотя бы примерно. Если этот дом будет заселен и какое-то количество детей будет в каждой квартире находиться, вот они в какой детский садик пойдут и в какую школу. Тогда пойдете понимать со всей ответственностью, давать разрешение или не давать. В любом случае, то есть сегодня землю вы по-любому резервируете для школ, проекты по-любому вы готовите. Вопрос, когда начнется строительство школ. Ирина Алексеевна, я вам поручаю приоритет расставить. То, что мы начнем строительство школ по всему краю и построим, это однозначно. Строительство школ сегодня в приоритете у краевой власти. Такое же отношение к этому вопросу должно быть на местах, акцентировал Вениамин Кондратьев. Ведь только общими усилиями можно сделать обучение детей на Кубани качественным и комфортным. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...